Мы выезжаем с острова КРК, а там впереди, на том берегу, это рейка. Из-за своей особенности, то, что город находится на горе, там нельзя было построить аэропорт. И поэтому аэропорт построили на соседнем острове КРК, мимо которого мы сейчас и проезжаем. Вот здесь стояночка, где люди стоят и фотографируются на фоне садящихся или взлетающих самолетов. Вот здесь. Это место находится сразу после моста. Мостик оплачивается только, когда едешь в сторону острова. Когда выезжаешь со стороны, когда выезжаешь с острова, уже платят. Заплачивается туда и обратно поедет. Мы пока не едем вдоль моря, нам надо доехать до городка под названием Сень. А потом мы уже поднимемся в горы и поедем по скоростной трассе. Да, море рядом, а искупаться в нем нереально. Чтобы искупаться в море, надо заехать в один из городков, который находится побережье Адриатического моря. И там вы уже сможете спуститься к морю. А так, ну я думаю, что нереально. Даже если где-то есть парковка, а с этой парковки обычно, чтобы пройти к морю, там надо через колючки такие пролезть, что мало не покажется. В некоторых местах дорога проходит прям по самой кромке скалы. И вот такие вот отбойники отделяют всего лишь машину от пропасти. Это как в этом, да? Приключение Шурика. Или это Кавказская пленница, там когда столбики они на машинке сбивали. Что-то подобное. Вот такие вот отбойнички здесь. Ну все, мы приехали в городок под названием Сень. И теперь где-то здесь будет выезд на платный автобам. На платную дорогу. Сейчас будем искать. Домики стоят друг друга чуть ли не на крыше. Каждый домик. Над домиком стоит еще один домик, а еще один домик стоит еще на одном домике. Вот он, автокемпинг, он прямо на берегу здесь, да? Стены такие прикольные. Мы по-прежнему поднимаемся в гору. Серпантин такой не особый. Но все равно приходится тормозить буквально до 20 км в час и снова расконяться до 50 км. Есть такие очень крутые подъемы. Машина просто на второй, на третьей скорости еле едет. Но, к сожалению, вокруг ничего не видно. Потому что в другой лес дорога идет прямо в лесу. Только облака уже видны. Продолжаем подниматься медведом в гору. Вот наша дорога скоростная. Доехали мы наконец-то. Ой, ой, ой. Вот она. Все? Идем дальше? Поехали. От Малинска до скоростной трассы. Времени у нас ушло 2 часа ровно, да? Вот. Теперь едем по скоростной трассе. Сейчас посмотрим, за сколько мы доедем до сплита по скоростной трассе. 18 градусов. Очень холодно. Уже вот градусники показывают 17 градусов в горах. Заправились только что на заправке в Хорватии. На автобаме. И топливо стоит 1,38 получается. Даже на государственной заправке. А если коммерческая заправка, то там вообще полтора евро стоит. Стоимость дизеля. Вот так вот. Если есть возможность, заправляйтесь заранее. Следующая заправка у нас будет в Боснии и Герцеговине. Там самое дешевое топливо в этом районе. Вот. Проехали уже за дар. Подъезжаем к сплиту. Вот такой вот у нас видон здесь открывается. На море. Вот это залеченый? Да, 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 да. На самом деле это такие, как фьорды или не знаю, как они здесь правильно называются. Скоро уже будем съезжать с этой платной автомагистрали и поедем вдоль моря по нормальной дорожке. Заедем в Макарская Ривьера и там зайдем в магазины, чтобы пополнить свои запасы. Музыка. Музыка. Только что мы съехали с платной дороги. Проехали мы примерно по этой дороге. Сейчас скажу сколько. Боснии. Платите за дорогу столько, сколько машина хавает топливо, короче. Ну, зато быстро доезжайте. Через 16 километров будет Макарская Ривьера и мы туда уже спустимся. И там уже пойдем по магазинам, короче, пополнить свои запасы. Вот так. Все, едем дальше. Оооо. Тоннель, смотри, сейчас через тоннель поедем. И мы поедем внизу горы. Видимо, этот тоннель и выйдет классный походу. Класс. Представляешь, Аллаш? Святой как? А вот оно море. Сплит Макарска прямо по шкаладам. Что-то как-то в этом болтаем. Солнечно, в отличие. В северной той части было. Вот солнышко. Едем в Макарска. Плотность застройки очень сильная. И скорость движения тоже очень маленькая. Ограничение 50 километров в час. Но едем намного медленнее, потому что много машин. И все едут медленно. Вот так вот. А сама Макарска там. Внизу дождик он пытается пойти. Вон там Макарска. Внизу дождик он. Тот дождик заказывал. Мы только что ехали с той стороны гор. И там лил дождь. А сюда тучи не проходят. Проходит, но чуть-чуть. И поэтому дождь здесь не идет. Он зато льет там, на той стороне. Вот так вот. Горы и не пускают. Плохую погоду сюда. Сейчас здесь жарище. Солнца нету. Все равно жарко около 30 градусов. Так что даже хорошо, что солнца сейчас нету. Все, идем в следующий магазин. Макарина и персики по 7,99. Хорошо по еврику. Мама выбирает мини-арбузы. Беру. Да, пока? Не знаю. Хочешь, бери, я не знаю. Не очень звучит, не как-то. Лук по 5, 4,99. Чеснок 6,99 стоит. Магнитики. Целая куча магнитиков. Даже пиплинцы есть. Купила мама себе кальмарчиков. Итого мы набрали в магазине Lidl на 375 кун. И Аланчику дали целую кучу кажи присоски. Ну ты покажи, что это игрушки. Это, да. Как они выглядят? Вот такие вот игрушки, а ушки дали. Да, бесплатно. Все, ладно. Поехали дальше. Енем вот этот полуостров, который находится на том берегу. Вот там. Потихоньку-потихоньку уже осталось 92 километра. И там солнышко светит. И небо чистое. Да, если бы можно было бы сразу по морю раться. Навигатор показывает 1 час 44 минуты, что еще ехать надо. Сейчас будет место, где целая куча стоимых машин стоит. Здесь какая-то автоствалка. Правда, их отсюда не очень было видно. Мама свою ногу пшикает. Порезала брак ушки, обкарала. Теперь пшикает. Все плохо. Вот он наш уже полуостров. Вот совсем рядом. Чуть-чуть осталось. Осталось 58 километров. И мы будем на месте. Блин, целый день убили на дорогу. Уже 6 часов едем. 6 часов. Блин, не знаю. Стоило этого, не стоило. Посмотрим. Оля уже начала сомневаться. Говорит, надо было на карка оставаться. Оля набрала себе кальмаров, целую кучу. Она будет их готовить, и я буду снимать на видео. Потом будет она их кушать, и я буду снова снимать на видео. И посмотрим, как она ест их щупальца. Но там все равно щупальца есть. А вот впереди, это уже Босния-Герцеговина. А вот она. Бесит то, что там граница. Ага. И сейчас надо будет проходить границу еще. Ну, бля, кому надо было разделить страну, поставить два поста. Ну, твою мать. На фига надо, да? Ну, как так? Все ничего. А еще в Боснию въезжать. И из нее выезжать. Да, еще и в Боснию заправимся точно. Потому что в Боснии чуть-чуть дешевле цены, ниже цены, чем в Хорватии. Поэтому будем заправляться в Боснию. Мы въехали в Боснию и Герцеговину. Посмотрите, какая очередь на выезд из Боснии. Еще и может быть, еще и там будет такая же на выезде. Раньше Босния использовала кириллица. Чувак. Это Россия, вот, еще есть кириллица. Мы уже выехали из Хорватии, въехали в Боснию. И снова выехали из Боснии, въехали в Хорватию. И уже совсем чуть-чуть нам осталось только нашего конечного пункта. Чуть-чуть еще осталось. Вот он наш полуостров. Куда нам надо приехать. Объезжать нам еще и объезжать. Да, объезжать нам еще и объезжать. Короче, ехать и ехать. Вот. И осталось 40 километров нам. И 45 минут показывает навигатор, что нам надо проехать. На обе таможни у нас ушло примерно по 2-3 минуты на каждую таможню. Да, ехать. То есть, сегодня очень быстро мы паршили каждую таможню. Вообще, народу никого не было. Просто подъезжали к окошечку. Они проверяли документы. На въезде, конечно, поставили штампики. На выезде вообще просто полистали паспорта и отдали. Даже никуда не забивали, никуда не смотрели. Вот так вот. Все очень быстро, все очень классно. По навигатору уже видно, что уже все кончается. Адриатическое море. Уже самый конец Адриатического моря. И сейчас мы уже заедем на наш полуотроп. Сейчас заправлялись в Боснии и Герцеговине. Топливо стоит 2,40. Но мы не поняли, насколько надо умножать. Какой сейчас курс. Вот. В Жульяново, когда приедем, я зайду в свой банк и посмотрю, сколько банк переконвертировал по какому курсу. То есть, непонятно, выгоднее заправляться в Боснии, чем в Хорватии. Или наоборот, в Хорватии выгоднее, чем в Боснии. Пока непонятно. Но на всякий случай заправились, чтобы проверить. Мы приехали в страну виноделья. Смотрите, виноград растет прямо вдоль дороги. Висит синие грозди такие огромные. Но все равно они там висят, поверьте мне. Полуостров славится своим вином. Вино так и называется, пилищат. Вот. Здесь выращивают виноград и здесь же делают вино. Вот так вот. И мы сюда иногда приезжаем попить винцами. И поотдыхать чуть-чуть. Ну все, мы приехали в Жульяну. Встали под дерево. Под оливку. Да, под оливку. Разбираем по маленькому шмотки. Машина, конечно, стоит под наклоном. Ее придется домкратить. И не знаю, может быть позже. На улице жара нереальная. Душно. Душно, да, очень душно. И пока разбираем машину. Сейчас уже 7 часов вечера. Скоро уже начнет темнеть. Надо успеть до того, как стемнеет. Все. Ковыряемся дальше потихонечку. Сейчас 8 часов вечера. И мы уже улегли спать. Да, Ланечка? Да. Что ты делаешь? Играем. Да? Да. Да, мама вон в душу моется. Ой, ну да. Спустя неделю, как мы уехали из дома, мы наконец-то первый раз сегодня помылись в душе. Вот. Я там Малинске, может, тоже мылись. Но Малинске мы мылись в душе на уличном, а здесь мы помылись в нормальном. В кемпинге есть душ холодный, горячая вода в нем есть. Вот так. Так что вот, остановились мы, как обычно, в Жульяне. В кемпинге под названием «Солнышко», «Солнце». Да, здесь есть и Wi-Fi, и электричество, и горячая вода, и все, что хочешь. Что? Короче, очень хорошее. Да, и море здесь недалеко. И тишина, потому что деревушка Жульяна находится очень далеко от всяких трасс. Здесь случайные машины не приезжают, едут только те, которые едут сюда. То есть в Жульяну, а их очень-очень мало. И поэтому воздух очень чистый, тишина, спокойствие. И вот если сравнивать, например, в Малинске и Жульяну, в Малинске, например, уже ощущается, что уже сентябрь, уже конец лета. Там уже ощущается вечерняя прохлада, и уже чувствуется, что уже конец лета. А здесь еще лето в самом разгаре. То есть вот буквально 500 километров южнее, вот по Хорватии, если. То есть совсем другой климат. 31 градус. Да, мы приехали вот буквально перед тем, как село солнце, был 31 градус. Сейчас 22 градуса уже. Вот после того, как солнце село, 22 градуса стало. То есть маленько прохладнее. У нас по-прежнему открыта дверь. И мы, наверное, будем спать сегодня с открытой дверью какое-то время. Пока холодно не станет. Послушайте, как поют сверчки. Вообще классно. Такая вот тишина. Ладно, сейчас включу кино. И буду смотреть кино, и уже будем ложиться спать. А завтра утречком проснемся и поедем уже куда-нибудь. Поедем на велосипедах или пойдем на море купаться. Посмотрим, что будем делать. Смотри, какая погода будет. Кто хочет продлить себе лето, приезжайте в Хорватию. И в частности в южную ее часть. Потому что здесь очень тепло, очень классно. Здесь даже не ощущается, что уже лето закончилось. Не то, что в северной части. Ну, а мы здесь потусим недельку. И потом уже поедем опять домой. В сторону дома. Все. Пока. Всем до завтра. Удачи. Пока. Пишите письма, ставьте лайк. И все такое. Сейчас в чинек поделки все каналы. Да.